Тяга к знаниям – черта похвальная, но необходимо устраивать разгрузку. Для этих целей в школе-интернате «Кадетский корпус» открыли игровую комнату. Только почетные гости перерезали красную ленту, дети устремились изучать новое место, где они смогут играть и отдыхать от уроков. Мне понравились крестики-нолики, там сцена и многое другое. В «Кадетском корпусе» детям скучать не дают. Тут постоянно организовывают спортивные пятиминутки в классе, в спортзале и на свежем воздухе. Активной ребятне и этого мало, на месте ему сидеть трудно, а школы требуют от них полного внимания в течение пяти-шести уроков. Особенно сложно приходится вчерашним детсадовцам. Здесь будут заниматься дети с первого по четвертый класс, потому что это самый трудный возраст для адаптации в школьный период. Огромное влияние на творческий потенциал детей, на творческое их развитие, на здоровый образ жизни. Все взрослые отлично знают, что сидячий образ жизни нужно обязательно разбавлять физической активностью. Поэтому давние друзья и кураторы «Кадетского корпуса» компания «СМУ МАИС-1» выделила средства на обустройство игровой комнаты. Они устают на уроках, напряженно думают, занимаются. И когда у них появляется возможность подвигаться, заниматься физкультурой, поиграть, это всегда здорово. В игровой дети могут расслабиться. Вход в комнату строго без обуви. Здесь мягкое покрытие и различные игровые модули. Возможностей для развлечений масса. Стоит только включить фантазию. Родители счастливы, что дети отвлеклись от смартфонов и планшетов. Сейчас в основном они гаджеты для детей. Это, я считаю, не очень хорошо. Нужно приучать их к спорту. Все ученики начальных классов, а это более ста человек, будут получать свою дозу релакса в этой комнате. Занятия будут проводиться небольшими группами. Екатерина Юшина, Виктория Волкова, Алексей Козеров. Служба новостей.